всем привет сегодня 20 ноября мы тут на пасеке чуть-чуть заглядаем что-то работаем погода хорошая заодно отдыхаем хочу вам показать немножко по заглядывать вместе с вами вернее не вам и и вами себе по заглядывать что у нас тут творится как у нас тут происходит состояние какое у нас нуклеуса которые выйдут в зиму давайте по заглядываем вместе так вот есть такое и сразу же друзья вам поясню смотрите собираем его так сетками москитными собираем прополис еще не было времени для сбора то есть их надо собрать и забрать добыть прополис ну и отделить воск от прополиса вот так состоит они у нас собираются в зиму видите сидят на крайней рамке и сидят и там на крайней рамке сидят ну сегодня тепло не чуть расползлись вот так 6 рамочник идет зима закормили моих сиропчиком по 6 литров 3 по 2 3 раза по 2 литра дали и так они у нас пойдут в зиму принципе вроде бы неплохо вот чем не были вопросы чем мне карника нравится больше чем бакфаст вот как раз она мне тем нравится что карника малым количеством пчелы малой массой успешно зимует а в таких ульях в пенопластах она зимует и вообще классно очень маленькими по три рамки зимует без проблем потому что он улей теплый и все классно выходит так оно все приморозилось ну вернее прилипла неудобно тоже видите сетка пчела как сидит пчела очень неудобно смотреть пчела сидит на шести рамках то есть она зимует без проблем и весной весной извините что я кручу и весной тут будет полноценный пакет так пойдемте так посмотрим еще выборочно что-нибудь видите тут пропулиса очень мало тут и пчелы поменьше вот видите ну вот чем классно что сидят здесь на кране и вот здесь сидят очень мало получается 1 2 3 4 улочки но вот этот этим карникой хороша что она на четырех улочках я не переживаю допустим честно говоря в бак вас с таким количеством ну то что может у меня так получалось но бак вас таким количеством ему очень тяжело как по мне он может даже не перезимовать ну как правило а карники это вполне нормальное количество так давайте здесь глянем что у нас здесь другая москитка эти где-то открыто были пчелы здесь другая москитка ну тут так сама смотрите количество но сегодня тепло не чуть расползлись конечно когда я ходил когда они в клубе были было намного удобно было более комфортно одной рукой плохо вот смотрите вернусь пропульсу чем классно она кушать не просит зачем ложить пленку если тем временем собирается прополис ну и сейчас я вам покажу силу 6 рамочника тоже смотрите тут крайняя рамка и тут то есть вполне классное состояние ну тут принципе рассказывать уже я рассказывал не один раз уже много я рассказывал по поводу этих шести рамочников то есть плюсов очень много многие воспринимают это как рекламу потому что мы с денисом дружим но реклама рекламой но если это круто но реально клуб круто то вот смотрите и вот вроде бы казалось бы друзья прополиса типа не так-то и много да ну вот смотрите но он есть из каждого уле тут стоит час 200 200 штук там посчитайте сами по 50 грамм это сколько прополиса можно собрать да в некоторых много воска в шести рамочниках но это зависит от особенности семьи поэтому где-то очень много наоборот чистого прополиса это вообще не прополисует и не воскует ну это ж без этого никуда поэтому мы положили собираем а и вернусь хочу же вам рассказать немножко по почему мы используем москитную сетку это в первую очередь поначалу мы уходили от сырости эти ульям у нас уже они три сезона 4 пойдет мы за эти три года поняли что почему сырость бывает мы проверяли и в погребы заносили как хочешь сырость как раз друзья когда мы положили вот эту москитку вот это видите тут воск наоборот смотрите как завощили когда мы ложим вот эту москитку они его что прополисует но все равно остаются микро щели и но в то же время нету сквозняка потому что ну как бы они воскуют прополисуют приклеивают немножко в то же время нету сквозняка но есть микро щели которые дают уходить вот этой всей влаги и в улье весной зимой реально нету сырости если пленку ложим пленки есть много влажности есть есть немного есть сухо ну когда мы перешли полностью на москитку то с москиткой эти проблемы ушли вот здесь у нас лежат это были 6 рамочники которые мы по ну по три рамки по две матки то мы их недавно объединили и я показывал что я забирал матки на продажу объединили и положили пленку старую еще не было времени нам нарезать если честно это сеток ну мы обязательно поменяем на москитку так что это как один из подсказок для тех кто хочет побороться сыростью ну друзья это во первых мы уходим от сырости а во вторых мы имеем возможность собрать собрать пыльцу прополис божечки извините уже заговариваюсь собрать прополис который ну допустим мы продаем 2 гривна грамма в розницу почему бы нет 100 грамм 200 гривен это как бы так информация для размышления классные улик крутые улик скажу скажу честно помните может кто помнит первый год когда у меня и было несколько штук я сказал они классные куплю у дениса 50 штук мне кто-то в комментарии писал да что ты нам заливаешь друзья у меня сейчас тут больше 200 штук вот этот точек рассчитан на 210 штук некоторые по объединял ответьте нету поэтому тут где-то около 200 штук так что ну я очень доволен и скажу честно что была бы возможность лишние деньги не лишние них сиди никогда денег лишних не бывает но была бы возможность может и будет еще потому что их надо где-то ставить нужно участок то я бы еще 200 поставил скажу честно потому что это есть и мед мы отбирали мед на откачку в этом году мы собираем прополис мы выводим маток в каждом нуклеусе по 2 по 2 матки за сезон до 10 9 8 маток ну не бывает где-то не облетится где-то еще что-то очень круто и сейчас мы вообще увеличим имена на пакеты вот это пакет на матка выводной точек весной продается как я показал пакет и хвост или маточник дается если там есть хвост если нет просто ставится рамка с расплодом с кормом и там снова идет процесс воспитания маток вывода маток и так дальше мало того что для вывода маток они крутые потому что температурный режим хороший обилие пчелы для кормления матки мы должны понимать что 50 пчелок микро нуклеусе и нуклеус на три рамки это ж небо и земля это первую очередь температурный режиме кормления особенно первые матки там майские первые когда возвратная холода мы должны понимать что 50 маток пчел ну условно 50 пчел низ когда не создадут матки температурный режим то что может создать три рамки пчелы а мы сами понимаем что матка дозревает что после маточника дозревание не идет до обгула с трутами что после облюда то есть после осеменения она тоже еще дозревает поэтому температурный режим для качественных маток очень важен ну как бы так это снова реклама друзья как бы мне скажу честно хочется с вами поделиться не для того чтобы ради рекламы какой а чтобы ну многие пользовались кто держит дома пчелу не покупает маток допустим кто хочет держать маток весь сезон выводить сам то это я считаю крутой улей потому что матку можно содержать весь сезон поставляя рамку с вощиной забирать расплод он как донор может быть то есть ну содержать запасных маток если вы ну многие из вас считают книги четко пишется литературе что на пасеке должно быть как запасные матки банк запасных маток как и постоянно проводится выбраковка семей и производится допустим 20 процентов надо выбраковывать вот мы выбраковали шестирамочники у нас смотрим те классные превращаем его в семью то есть и так дальше ну каждый находит сам как с ним работать я нашел скажу честно я для себя нашел и в этом году когда цены на меда не было вот это непосредственно этот точек мне кормил и кормит всю мою семью так что как как-то так вот вами реклама вот то что я хочу вам сказать все друзья примерно показал вам как наши маточки зимуют показал состояние которое они идут зиму в средне статистически нету прям чтоб трещала но нету таких чтоб там было очень мало то есть пчелы ну для карники то что вот я вам показал это все подходит вот почему я мне нравится карника почему я с ней работаю по той причине что для карники это то что нужно бакфаст как по мне это уже нету бакфаст любит мощь бак вас весной любит развиваться в более мощных семьях он хорошо стартует но это то что я заметил это то что из своей практике а карника она с трех рамочек 3 выходит от лес почему я возле леса лес карники дает бурный старт бурное развитие что очень круто ну давайте вот с краю вам еще покажу 2 ради интереса они все приклеены ничего не выбирал друзья все вот смотреть вот так состоит все тут один воск хотя тут я уже собирал прополис тут они за вас щели то есть не знаю видно вам количество пчелы то есть полный нуклеус полная 6 рамок это полноценный пакет все если нормально перезимуют а я на 95 процент уверен что перезимует это пакет полноценный на высадку вот смотрите кстати вот это чего пчелы тут а это потому что мы когда кормили мы заворачивали эту сетку и туда пчела попадал все классно то есть ну реально классно хочешь не хочешь рекламирую не рекламирую все классно а еще последнее вот эти уля вот 9 218 им уже по три сезона есть есть которые вообще у меня самые первые но вот смотрите с ним абсолютно ничего не на литках не на крышах видно что на крыше он только краска чуть-чуть послазила смотрите краска слезла вот краска слезла но нуклеусы не поезжены не побиты ничего пленка уже потрухла но с нуклеусами все нормально и ну и это везде то но это более новые от это а вот это более старые то есть не как стоят под лесом никто их не ест вот-вот-вот-вот не соловьи не мыши не 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 дятлы надо постучать по дереву так ну вот так пчел их тоже не грызут так что конечно если вы заведете муль муль пенопласт любит тут скрывать ничего не буду если вы пропустили муль муль пенопласт точит ну видите нашли мы и минусы все друзья с вами был вам фабро такой наш тачок тачок 6 рамочников это поилка фабро and park плюс очень классная и вот так выглядит наш тачок флаг мы уже сняли осталась одна пчела и наши маленькие рекламные баннера все друзья с вами был вам фабро до новых встреч пока и Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... Продолжение следует...